Мария, ты согласна стать моей женой? Да! Виктору, герою спецоперации, 20 лет, а его невесте всего 18. Но они точно решили, что будут вместе и в горе, и в радости. Именно Маша оказалась рядом в самый сложный момент в жизни бойца. Любимая, такую, как хотел. На самом деле много слов существует, чтобы описать, этих слов даже не хватит. Он просто любящий. Их отношения начались со школьной скамьи. Маша умница и красавица. Витя спортсмен и настоящий богатырь. Он всегда мечтал пойти по стопам отца, военного разведчика. И после армии поехал на спецоперацию. Я решил поехать на помощь товарищам. Это мой долг – защищать страну, свой дом, свою семью. Во время боевых действий Витя получил 10 пулевых ранений. Он прикрыл с собой товарищей и чудом остался жив. Сослуживцы вынесли раненого парня с поля боя. А это правда, что Витя сказал, что не спасайте меня, и у него в руках была граната? Да, это было. Просто нам повезло как-то. Я не понимаю, что мы вышли оттуда. Он просто не хотел, чтобы мы теряли свои жизни из-за него. Но в итоге мы его не бросили. За свой героизм 20-летний разведчик получил орден мужества. Когда Вите ампутировали ногу, у его девушки Маши случилась истерика. Но она твердо решила, что не бросит любимого. Стала его главной мотивацией, поводом для улыбки. Молодые уже планируют свадьбу и долгую счастливую семейную жизнь. Говорят, надо выбирать жену по характеру мамы. Вот нашел такую же. Счастливый, довольный. Спасибо.